В осенне-зимний период, как сушите свою обувь? Я газету вложу вовнутрь и под батарею иногда бывает. Берете фиен, достаете стельки и сушите собственно. Потому что самое первое дело, это нужно вытащить мокрые стельки. Пока они там внутри находятся, это будет сохнуть полгода. А так достаточно быстро. Газету взял, вырвал пару листочков, посушил, бумага промокла, выкинул и все, одел, пошел дальше. Газету внутрь сапог и оставить до утра. Газета будет влажная, а обувь утром сухая. Как показал наш опрос, красноярцы привыкли доверять старым проверенным средствам. Но не всегда эти методы помогают высушить обувь, а сапоги из натуральной кожи вообще могут испортиться, если оставить их на батарее. Поэтому сегодня мы отправились в магазины, чтобы найти современные сушилки для обуви. Это взрослая сушилка. Состоит она из металлической пластины. Видите, очень удобная по форме. Аккуратненько взяли и вставили. До конца вставили, проснули в нот. И вторую. Включили в розетку, в течение трех часов ваша обувь будет сухой. Он нагревается на нем более 70 градусов. Чтобы высушить обувь, хватает 2-3 часа. Внутри такой сушилки есть специальный датчик, который не позволит прибору перегреться. А значит можно быть спокойным, обувь не пострадает. При этом покупка не сильно ударит по кошельку. Средняя стоимость 180 рублей. Прекрасная альтернатива сушилкам для обуви это вот такие вот стельки. Они отлично впитывают и удерживают в себе влагу в течение 24 часов. Например, вы походили по улице, по снегу или по дождю, пришли домой, достали их вот такую вот стельку из сапога, положили ее и в течение часа-полтора она у вас абсолютно высохнет. Вы можете ее обратно поместить в сапог и смело отправляться на улицу. Ваши ножки будут в тепле. Такие стельки, удерживающие влагу, подойдут для любой обуви и под разные размеры от 35-го до 46-го. Цена за пару 150 рублей. Сушилки для обуви в виде ковриков хорошо подойдут для большой семьи, потому что можно поставить сразу несколько пар. Коврик назначен для деликатной сушки обуви. Он обшит с двух сторон ковролином, можно посмотреть, да. Он подключается просто обогатоминно в розетку, имеет включатель. А он как-то регулируется? Нет, нагрев у него максимально до 30 градусов. Внутри стоит датчик ограничителя от перегрева. Просто ставить обувь и сушить. Цена такого теплого коврика 1900 рублей. Вот этот коврик предназначен уже для сушки именно конкретно зимней обуви, потому что у него нагрев до 45 градусов. Соответственно, он прогреет обувь с мехом, как бы так. Можно еще использовать их для локального подогрева ног. К примеру, на рабочем столе под компьютерным столом. Можно размеры больше есть, к примеру, вот такой. Сушилки для обуви – это отличное изобретение, которое не только сохранит ваши ноги в тепле, но и избавит любимые сапожки от деформаций. И ни снег, ни лужи, ни дожди не страшны, если ваша обувь защищена.